Глава террористической ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал, что Бахлот на Донеччине не смогут захватить в ближайшее время. Вагнеровцев перебрасывают в сторону Запорожья. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ. Моенный эксперт, летчик-инструктор Роман Светан в эфире 24-го канала. По его словам, россиянам не удалось вытеснить ВСУ из Бахлота. Он убежден, что такие заявления Пригожина – это уже не просто истерика. По его мнению, владелец ЧВК «Вагнер» делает такие информационные вбросы, потому что готовит плацдар для отступления из Бахмута. Невозможно взять или отцепить Бахмут. Пригожин начинает этот тезис вбрасывать в информационное поле, готовить плацдар для отступления, то есть готовить информационную площадку, чтобы уже снять задачу вытолкнуть из города наши войска. Скорее всего, в ближайшее время они откажутся от этой идеи, заявил полковник. Военный эксперт обратил внимание, что уже месяц вагнеровцы пытаются наступать на Углидар, Авдеевку, Купенск, Кременную и Белогоровку. Как утверждает Светан, ЧВК «Вагнер» перекидывает направление Запорожья, поэтому следует ожидать провокации врага в Орехове и Гуляйполе Запорожской области. Роман Светан ответил, что россияне изо всех сил пытаются прорваться в Бахмут, но украинские военные усилили мощное оружие. Поэтому оккупанты не смогут противостоять нашим воинам и не зайдут в город. Российские оккупанты ничего не смогут сделать с нашим правильным расположением рубежей, обороны. Мы укрепились. Возвышенность 100 метров дает 10 километров как минимум хорошей видимости для работы артиллерии, а в последнее время, спасибо нашим партнерам, увеличилось количество снарядов, которые сюда поступают, сказал он.